Здравствуйте дорогие друзья, дорогие гости и зрители моего канала, кто в первый раз на канале или новые мои зрители, давайте познакомимся поближе. Меня зовут Яков, я нахожусь в Воронежской области, занимаюсь растениями, выращиваю в основном преимущественно цветы и овощи на продажу. Это наш основной вид деятельности, меня и моей семьи, основной источник дохода. И помимо этого, это мое большое хобби, то есть не только на продажу для людей, но еще и для себя, для души. Поэтому у меня есть желание делиться своим опытом на этом канале, я рассказываю здесь и про выращивание растений, конечно же, свой опыт. И некоторые моменты о теплицах, например, некоторые тонкости этого маленького бизнеса. Поэтому кому интересно выращивание растений как бизнес и вообще много чего интересного на моем канале, друзья, уже снято и еще много чего будет. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписались. Ну а мы переходим к теме этого видеоролика, цветок под названием герань, герань пиларгония. Друзья, это мой любимый цветок, это не первый ролик на эту тему, будут еще ролики на эту тему. Но в этом ролике мы обсудим вопрос, популярный вопрос, как я заметил, потому что многие задавали мне его и в комментариях мои зрители задавали. И вообще я сталкиваюсь с тем, что у многих не цветет герань, да? Почему не цветет герань или если она цветет, то цветет очень скудно? Разберем этот вопрос немножко поподробнее. Какая обычная ситуация, друзья? Вот, о которой я слышу очень часто, общаюсь, да? Приходит человек в цветочный магазин покупать герань пиларгонию, королевскую, например, да? Вот она, очень красивый цветок. Обычно купят такую большую шапку, она вся в цветах, стоит такая зеленая, красивая, много цветов на ней. Приносят домой, она подцветет некоторое время, цветы высыхают, бутоны отпадают. И после этого стоит какая-то зеленая масса. Вроде бы цветок живой, вроде бы нормально, немножко развивается, но не цветет. Полгода, год, нету никаких результатов. Очень часто начинает вытягиваться в разные стороны. И если за ним правильно не ухаживать, то, скорее всего, он и не будет цвести, и радовать нас так, насколько красивым мы его брали в цветочном магазине, да? Смотрите, друзья, причины, по которым не цветет герань. Значит, помимо таких причин, да, которые могут косвенно касаться этой проблемы, это перелив, например, или наоборот засуха, это если вообще не следить за растением правильно. Удобрение, это может быть переизбыток азота, например, недостаток калия, да? Когда зеленая масса развивается, а бутона вообще нету. Разные болезни, например, подгнивание могут касаться этой проблемы. Также несоответствие горшка, например, если горшок сильно большой для куста, или наоборот очень тесно, очень маленький. Это все причины, касаемые этой проблемы, конечно же, но есть одна основная причина, друзья. Это холод. Теперь немножко поподробнее в смысле холод. Что ты имеешь в виду холод, да? Смотрите, дело в том, что у герани есть разные периоды развития этого цветка. То есть, сейчас, вот весной, например, у него идет бурный рост. Наращивание зеленой басы, он у меня активно пускает стрелки, цветки. Это будет продолжаться весна, лето, осенью уже начинается немножко поменьше. И зимой будет период спячки. Именно в этот период спячки, он очень важный для закладывания бутонов, закладывания цветка. В этот период нужно давать ему этот самый холод. Будет в идеале, если вы дадите в районе 10-12 градусов. Ситуация какая? Просто покупают цветок, ставят его на окно, в квартиру или в доме. Температура там меньше 20 градусов не бывает просто. Поэтому цветок может просто-напросто стоять на окне, когда высокая температура и, плюс ко всему, недостаток света. Он, мало того, будет еще тянуться в разные стороны. Нужно будет и прищипывать, и подсвечивать желательно. Но, естественно, мало кто это делает. Поэтому цветок просто наращивает свою зеленую массу. Периода холода у него нету. И толком не закладывает бутоны. Но если там какие-то один-два цветочка попадется, это уже, как говорится, в радость будет. Поэтому пару месяцев, можно декабрь, январь будет достаточно дать этому цветку этот самый необходимый холод. То есть, хотя бы вынести его на балкон, например, чтобы температура воздуха была не больше 12 градусов. Если будет ниже 5-6 градусов, то ничего страшного. Цветок все равно получит эту самую спячку. Главное, не допускать заморозков, естественно. Если даже такой вот маленький черенок, на котором еще даже ни разу цветов не было, поставить на холод и оставить его там пару месяцев стоять в таком виде, он все равно будет закладывать эти самые бутоны. И когда по весне мы ему даем тепло, он начинает активно развиваться, выпускать стрелки новых цветов. И будет очень хорошо цвести. Потом в дальнейшем можно будет брать с него еще черенки, еще размножать, формировать этот куст, естественно. И он будет расти и радовать нас. Причины, по которым не цветет герань или она плохо цветет, я вам только что назвал. Какие еще рекомендации? Ну, если вы, например, только купили цветок, цветущий цветок, красивый, когда вы смотрите видео весной или летом, то рекомендация простая, нужно просто дать необходимые условия для спячки, которые я только что назвал. Если у вас осталась герань такая, которая стоит, тянется очень сильно, долгое время не цветет, и хотелось бы так, чтобы она вновь зацвела, как раньше, да. Необходимо, друзья, во-первых, прищепнуть все точки роста, которые есть. Вот, например, оставить только маленькие черенки. И после этого удобрить растение, например, сульфатом калия. Будет хорошо дать побольше калия, так как это именно тот макроэлемент, который необходим для закладки бутонов, для более красивого цветения цветка. Вот такие рекомендации, друзья. Если вам было полезно, интересно и актуально для вас, обязательно поставьте лайк. На этом видеоролик я заканчиваю, друзья. Всем пока, до новых встреч!